3 бмв все как мы любим да друзья все что все не так это что зовут эти взмашки я аж испугался друзья всем привет сегодня будет три автомобиля и мы не занимаемся обзорами если чё если вдруг вы впервые на канале мы занимаемся автоподбором так вот ехали смотреть 1 x 5 получилось три машины одна классная одна мрачная и вишенка на торте такой боевой срач с перекупом все как вы любите но обо всем поподробнее пошли с самого начала привычки облажается святом облажается вышел я тут проверить свой автомобиль укомплектован или нет перед тем как ехать до европы от тут x5 x5 все завжди цикаго так вот наша бмв вы ее конечно видели визуально машина не подготовлена машина грязная визуально есть повреждения здесь на двери на двери и кусок крыла вот их не исправляли ручка содрана и поломана наверно даже не открывается да не открывается если посмотреть я вижу уже грунт который от этого видно вот в принципе и окрас двойной крыло видишь сады не пробивается знаешь почему металла вообще нет одна шпакля и обезлишь сажи души богато бьемвы знаешь как испанцы говорят бьемву ну не знаю почему у них такой говор сейчас еще просили меня сейчас супруну скинем пусть читает циферки вот это там венкоды всякие сейчас он проверит там карвертикалы всякие там штуки что такое карвертикал для не знающих поясню это сервис по проверке автомобиля это можно посмотреть скручен пробег не скручен был автомобиль в дтп был ли он в такси что очень важно с какой страны он приехал был ли он в аресте или в угоне и там можно дофига чего порядка не порядка а 29 стран мира он проверяет если были дтп он покажет фотографии в общем мы машины эти все проверяем через сервис карвертикал в том числе делать это вам или нет принимайте решение сами но понимаете что перед тем как ехать запросто можно посмотреть а со скидкой в 20 процентов от компании один авто сделать еще приятнее поэтому пацаны перед тем как ехать смотреть машины прогоните по карвертикалу сэкономите себе дофига денег особенно на топливе мы помчались дальше так поехали от капот к пластмассовые крылья я вижу на месте не крутились бану это резинки это любимое дело починили бесплатно бмв да я с этой стороны тоже его починил сейчас починить где собирали слышите я к тому что он все стоит теперь на месте шланг вот этот он не стоял на месте который еще раз починили да еще раз починили все собрано на своих местах на снималась она уже снималась разбиралась морда тут вот не хватает крепления тут винтичек есть тут винтика нет дальше радиаторы радиаторы в нормальном состоянии почистить бы их а так в принципе они нормально нету винтика он не перекрученную лишь но нам а еще теперь то все хана так одна из турбы немного потекла и тут немного натекло так немного шо аж все в масле вместе с с этим самым с лонжероном силовая структура структура не тронута это турба тоже немного запотевает но не так сильно как вот от этой стороны что ты опять будешь так все маты запикиваем потому что ругаются люди на маты что ты материшься в кадре всегда ну не я я вообще не знаю матерных слов тем больше колы украинскую там заглянем а мать мату так антифриз есть а крыло тут да ну вот это вот ворушилась много раз снималась одевалась и болты вот эти тоже крутились а потом подкрашивались я что хотите то говорите она тут регулировать стекло не родное стекло менялась плохо проклеили вон датчик стеля брудно надо чистить вот даже потеки есть на потолке под сними потеки на потолке они меня потеки на потолке вот потек на потолке потек видно видно и сзади он потеки на потолке везде потеки вот потеки на потолке плохо работают ремни реально плохо надо очень резко и судя да я уже сажа там катализатор я уже попробовал как говорится поясняю почему там нет катализатора потому что там есть масложор этого автомобиля катализатор уже забился машина перестала ехать вместо того чтобы его поменять или же сделать двигатель его просто пробили его выбили и там просто сквозняк там нифига нет но это мы уже увидели по выхлопным трубам еще из них вылетает плюс по запаху короче с катализатором там беда на всякий случай я сторонник того чтобы оставлять катализаторы но в некоторых случаях особенно если недорогой сегмент поставить новый катализатор дешевле купить новую машину смотрим дальше так 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 это ж не эта машина отличается смотри не сбегаете так прием тут просто грязный есть много следов много коцанок нет по этому но не возвращается так тут у нас много масла раз два три литра масла ну это надо же понимать с кем мы имеем дело так осторожно бах не держится в конце крышка не придерживает проем тут фурбованный стойка фурбована крыша фурбована 1600 1500 1300 я не люблю машины с шпаклеванными проемами вообще сильно не люблю да ну тут оно даже видно 500 600 480 короче все как мы любим 900 двери изнутри крашены проем весь шпаклеванный приклеили резинку уже пытались ровнять вот этот стык он кстати шовчик какой-то сварной двери снимались крыло снималась причем крыло вот тут треснуто крепление масло есть в комплекте шторка есть поклеванные пороги стойка проемы и шторка есть надо брать тоже лишь вот это все приклеили приклеивали на клей просто чтоб потому что она не держится они поломали там специальные пластиковые такие защелочки вот и все это просто тупо на момент приклеили кстати дверь с разборки дверь красного цвета была пам-пам-пам расследование провел провел смотри не бачи баба не но там непонятно там может шпаклевать а вот видно кусок отвалился ну вон кусок отвалился красная видно как твои твоя помада вон вот смотри вот видишь где мой пальчик зайди на мое место видно вот тебе света больше не на лицо не она кстати не фокусирует адекватно не фокусируется ну короче вот тут непонятно ваш это грунтовка может быть но хотя нет тут уже прям это можно было бы понять что это как будто бы про красная машина просто продрала но нет дверь была красненькой на сразу уехал кому показываю скажи то что вода не может богдан мы снимаем бмв вот вот этот автомобиль в данный момент я думаю это посадки ну грубо говоря у нас вот эта несущая часть силовая которая должна быть не тронута она тронута причем очень сильно ну как бы такие проблемы лучше устранять и это мы еще до технической части не дошли а там без эндоскопа под капотом видно одна turbo сильно мокрая одни патрубки там прям сильно мокро она и на лонжерон накидала то есть там масло трубина кидает на много ну в принципе вопрос цены на самом деле сейчас будет такой очень интересный момент который ярослав видел но не заснял его на видео но рассказал об этом словами а я подошел к двигателю дай думаю посмотрю еще раз может быть чего-то там я найду нового что не увидел и для себя нашел короче обводной ремень все классно все замечательно стоит новый ролик и все а говорят мы риме меняли все меняли все ролики меняли вот такой болт с левой резьбой никто там нихура не менял поменяли только один ролик вот так друзья делать не нужно сэкономили ну по сравнению со стоимостью автомобиля 12 копеек а геморроя это может нанести если клемонет следующий обводной ролик просто не оберетесь беды сейчас попробую так зафиксировать если увижу вот короче выделят парни вот эта штука стоит новое называется натяжной механизм он стоит новый в то же время как обводной ролик вот я сейчас попробую не вести на него да видно на камере вот вижу он стоит старый зачем такое делать были не знаю он стоит 12 копеек нафига такое делать по технической части вот одна из ситуаций разрешите загляните вот это вот металлическая вся часть лонжерон называется она вся в масле вот от вот этого вот узла от турбины грубо говоря вот если она так активно кидает масло с одной стороны то с другой стороны ситуация конечно лучше но как бы она не едет на свои twin turbo и чтоб она так поехала это надо сюда немножечко вложить вот человек у которого было две бмв с таким мотором чтобы ее довести до у нас до ума начиная с цепи заканчивая всеми запотеваниями и таким СТО. Так, тормозюльки в нормальном состоянии. Сношены процентов на 15-20. О, тут масса немного оторвалась. Тут начинается самое классное. Тут Т-образный этот стык. Поддон, мотор, коробка. Он мокрый очень сильно. Это не может быть из-за снега. Я имею ввиду, что после снега всё тает и может быть тут снег был из-за этого мокрый. Вот это снег. Смотри. Ну, это снег. Не хотел бы попробовать снег? Так смотровой курс, давайте досмотрим. Говорит, это снег накапал. Сейчас, момент, момент, теперь пошли. Ай, красота. Нет салендблока. Вернее, как, он там есть, но он уже весь разодран, порван. Этот тоже трещинок, он тоже скорб. Мдааа, подушка чуть-чуть поджёванная. Не следили за этими подушками. Датчик положения кузова целый. Стерто домиком. Ладно. Мне интересно заменить мотор. Видел? Смотри, вот тут стерто больше, чем здесь. Сейчас делаем же шиндоскоп? Да. Делаем. Да. БМВ. Варенье будешь? БМВ-шное варенье. Я здесь для того, чтобы заглянуть туда, в двигатель. А вообще, вот Ярослав больше расскажет про эту машину, за что он её всё-таки смотрел. Я... так. Сейчас, если хотите эндоскопию, уже, как говорится, финальная точка будет. Потому что я бы её уже не рекомендовал ещё 30 минут назад. А какой не ценник? 16. 16. 12 было бы хорошо. Какие положения она потребует? А смотря, чего вы хотите с неё сделать? Сергей Викторович... В принципе, я с ним разделяю его мнение. Он сказал пятёрку сюда просто положить. И она приблизится к нормальному... Это без косметики, ребят. Это без косметики. Это техничка просто. Но это мы ещё в двигатель не смотрели. Сейчас опустят и посмотрим. Эндоскопия двигателя – это процесс, который растягивается на полтора часа. Показывать его долго, муторно, несколько вставок ставим. Короче, итоги этой эндоскопии. Первый цилиндр – на, красота! Просто вот, чтоб все такие были, и эта машина стоила бы своих денег. Второй цилиндр уже с натертостями. Залысина, видишь? Залысина, вот, на стенке. Третий идет лысый. Ну, кто понимает, о чём я говорю. Вместо хон есть такое понимание, как хон. Можете загуглить, что это такое. А там вместо хона зеркало. Ну, такого быть не должно. Вот залысина. Вот тут уже хона нет. И что касается поршня. Поршень достаточно с хорошим нагаром. Вот уже присутствует прям хороший износ. Видите, вот так вот, скажем, должно быть. Если видите, в таких как рысочках. Видите, такие как полоски, как будто бы. Это нормально. А вот тут этих полосок нет. Такая, как залысина вот здесь происходит. Это что? Это износ уже прям. Чего износ? Цилиндра. Дальше четвертый цилиндр. Там и задиры, и натертости. Пятый цилиндр нормально. И последний, самый теплонагруженный. Должна быть жопа, но там все хорошо. И вот здесь вот есть у меня один такой небольшой вопрос. Друзья те, которые ремонтируют двигателя. У меня есть понимание, что этот мотор уже ремонтированный. Сейчас объясню почему. Он везде практически идеальный. Задиры задирами. В третьем цилиндре почему зеркало? У меня есть предположение, но нет внятного ответа. Если вы знаете, пожалуйста, расскажите об этом в комментариях. Мне не стыдно сказать о том, что я не знаю всего на свете. Вот мне этот момент непонятен. Ну а мы смотрим дальше. А сколько у вас этот автомобиль масло живет, вы не знаете, да? Вы не доливаете. Не доливаете. А сколько? На какой пробег? Я очень не доливаю. Я бы такой за 2 года, но сколько ты пришли. Ну нормально. Средний на 10000. Сколько сюда от замены до замены наливается масло? Ого. Ой, что-то я не верю. Ой, не верю. Судя по тем наросткам на клапанах, которые есть, слегка не верю. Ну ладно, пусть будет лифт. Нагар на клапанах говорит прежде всего о том, что этот двигатель жрет много масла. Как он туда попадает? Ну, мы видели, упс, ссыкающиеся турбины, что одна, что вторая. Идет оно через турбины. Масло может идти точно так же дополнительно через сальники клапанов. Это я все к чему рассказываю. Не стоит этот двигатель своих денег. Ну, имеется ввиду двигатель в автомобиле в совокупности за 16500. Я же повторюсь, я бы вам ее не рекомендовал еще в начале осмотра, когда обнаружилось, что силовая структура кузова была нарушена. Вы его не сделали так, как бы это делал я, к примеру. То есть там или вырезать, вставлять, или выстукивать, вытягивать, но никак не замазывать поверхностью. Мы понимаем, что это автомобиль в возрасте, ему там 10 лет, у него там много пробега. Поэтому у него должен быть или хороший кузов, а техничку мы уже дотянем, либо хорошая техничка. На кузов мы уже как бы живем с этим, закрываем на это глаза. А тут, по факту, ни первого, ни второго. Демки, я покажу, как снизу должен выглядеть BMW, пока там до конца не собрали. Какую компьютерную должность? Я не знаю. Ну, походу он нацелился ее купить все же. Может, знаешь, я все-таки был прав, что это как машина покататься и скинуть, а вторая, ты не знаешь. Так, и сюда покататься. Куда покататься? Куда ты на ней поедешь? Не знаю. Люди любят, типа, фигачить на BMW и жалстке, если получится. Хотя, по твоим словам, тут twin turbo вообще нет. Тут не twin, тут пол turbo. Вот так. А, понял. Пол turbo. Пол turbo тут есть. Одно. Ну, типа, это как-то должно быть через компанию, потому что так оно в порядке очереди просто не пройдет. Это ваша же тоже, да, какая-то? Ну, я покупаю. А, вы покупаете? После окончания осмотра, в момент подведения итогов, девочка говорит, ребят, я просто была поражена тем, как вы посмотрели этот автомобиль. Дело в том, что она сейчас находится в стадии продажи одного автомобиля, старого BMW X5, для того, чтобы купить себе новый BMW X5. Говорит, ребят, я хочу, чтобы этот автомобиль посмотрели вы. Пока договариваемся. Когда машина приедет, приедет на через пару часов, на СТО, на котором мы находимся, заезжает наш технический специалист Сергей Викторович. С какой машиной? Правильно, с BMW. Ну, правда, это не X, BMW в М-пакете, но посмотрите, что такое хороший BMW. Ну, коль он уже заехал сюда, ну, грех не показать, что такое хорошая машина. Любители BMW, радуйтесь, такие машины существуют. Ну, я не надо снимать, вот, я перевернусь. Есть вот такие вот щесы, незначительные. Спасибо. Бордюрная болезнь, но это не критично, это есть. Бампер не лопнутый. Здесь тоже вот щесик небольшой. Так, в принципе, неплохо. Он тоже здесь щется. Так, про кого-то мы здесь. В принципе, в прошлый раз я говорила. Так, здесь по жопе. Здесь все хорошо. Усилитель не откручивался. Все на месте. Так, здесь вообще ржавчин я вообще не вижу здесь. Это что болты, это такое, это крепежи, это все ерунда. Я имею в виду по основному кузову. Здесь все хорошо. Так, амортизатор сухой, пружинный целый. Удачи. Удачи. Все хорошо. Сережа. Ага. Да я же тебе видео сниму тебе. Там плохое звание. Ну цепляй, но только будешь держать эту... Кармашек. Ты мне дорог. Что у вас летишь? Да. Вот так вот. Бем. Все. Теперь тебя слышно прекрасно. Так вот термобем и все. Так, по швам. Швы здесь заводские. Здесь не болтаются тормозные шланы. Нормально у них болячка обычно. Все сухо здесь. Здесь тоже все сухо. Двигатель сухой. Относительно все здесь вообще отлично. Ну... Эта тройка была хороша. Естественно, этот автомобиль мы рекомендовали. Все нормально. Все сложилось. Пока осмотрели этот автомобиль, приехал следующий. BMW X5 для девочки, которая хочет продать старый X5. Для того, чтобы купить тот, который приехал. Продавец следующего автомобиля категорически запрещает снимать автомобиль. С учетом того, что я понимаю, что он к собственности этого автомобиля имеет отношение только по техпаспорту целых два дня, мы понимаем, что это стопроцентный перекуп. Тем более по его телефону видно, что там большой вагон и маленькая тележка этой автомобилей продана. Но перекупы это такие редкостные и интересные люди, которые относятся к тому типу людей, что он когда знает, что у него конфета просто булочка-машина, он всегда разрешает снимать, потому что это для них реклама. Но когда там есть что скрывать, никакой съемки, ничего. Вы что? Мы же премиум авто. Вы что нас не знаете? Ой, блядь, я это слух сказал. Привет, премиум авто. Смотрим людей, которые никогда в жизни никого не обманывают. Но мы-то все-таки поснимали. Визуально она выглядит хорошо. Полностью, говорят, официальная машина с официальной историей должна быть идеальной. Тут все в заводе. Все-таки крышка немного матюком стоит. Если так смотреть. Фонари в нормальном состоянии визуально. Вот здесь внутри есть паутина или что это? Да. Колодок. Запас еще присутствует. Колесный диск без повреждений. Зеркала проклеены тоже, кстати, пленкой. Тут тоже все проклеено. Здесь все проклеено. Ничего не откручено, ничего не крутилось, ничего не снималось. Здесь сиденье, сиденье в состоянии и спинка в состоянии новом, около нового. Тут тоже все в порядке, ограничитель не откручивался, дверь не разбиралась. Все тут выглядит очень хорошо. Так как нас никто не снимал, надо пояснить, что далее произошло. Я достаю информацию по ВИН-коду этого автомобиля, который продавец категорически отказался отдать. Ну, в смысле, выдать перед проверкой. Вот я приеду, все проверяйте. Он приехал, мы проверяем. Я достаю информацию везде. По расчету стоимости запчастей я вижу, что машина была просчитана. Я сразу клич в страховые. Эй, друзья, помогите, где машина эта ремонтировалась? Кто выплачивал? 7,5 тысяч долларов в ремонт. Ну, не просто так. А машина, акцентирую внимание, на том, что она продается без единого подкраса, даже не полированная. Вот вся в заводе, вся вот, на, куколка, бусинка, просто пипец. Я ему говорю, чувак, ты меня наебываешь. Он говорит, нет, ни хера. Я говорю, эта машина аварийная была. Не сильно, но есть. И вот тут начался срач. Она полностью нигде где-то не красилась. Я пока молчу, хорошо? Не, вы же типа верят, я же говорю. Если вы, ваш человек не смотрел, ходил, ходил. Просто смотрел, ходил, я же полчиномер нужно попасть. Ещё дальше. Я задал первый вопрос, вы ответили? Ответил. Я только сказал, что он тебе не играет. Я сказал, что он мне не снимал, а сейчас вы увидите, что он где-то не играет. А почему ты там не снимал, если вы не снимали? Я просто на самом деле. Все, вопросов нет. Ты ведь не могу вас там перешел, чтобы там кто разбирался. Да потому что там кто-то не успел. Потому что ты для технику не успел. А ты не случайно, что они здесь восстановлены по стене? Что-что? Я не случайно, что это такое? Да, да. На официальном сервисе? Где? 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 По какой стакану? По какой стакану? По какой стакану? Где? Так расскажи, что болит? Я тебе тоже сказал. Ты мне ответил нормально на вопрос. Я тебе задал, а ты вышел. Я не хочу. Нет, чтоб нам писал повезти. Привезли, блядь. На улице стояли, смотрели. Какой-то хуйню сейчас мне рассказывают. Спросить? Можно ли мы защиту снять? Защиту двигателя можно снять? Двигателя, это спереди. Да, я думал, что сзади двигатель. Прикинь? Фернюк какой-то мне показывает. Защиту можно снять или? Можно снять? Все. Разбиралось. Вот это защита 19-го года. Вот это защита 19-го года. Вот это защита 18-го года. Глушак 18-й. Ну и там, в принципе, видно, так его крутили, меняли. Это понятно. Это такое. Подрамник 19-й. А это что далеко? Нет, так там запчасти 19-го года стоят. На машине какого она года? 18-й. Но она купилась в 19-й. Машина по факту. Конец 18-го года. А запчасти 19-го года. И плюс именно. Да вот теплозащиты хотя бы. Какие теплозащиты? Боже. Какие кончены? Я ему просто показал объективно, что оно действительно снималось. Ну вот эту стучку снимали. Ну опять же. Ну сняли ее. Возможно, скорее всего, там банка покрасалась. Допустим, банка покрасил, я не беру никогда в жизни это все. Ну блин, я не знаю, банка подъехал, человек там претелся и его покрасил. А я представляю, что я беру, я говорю, что он крашеный. И причем при этом, я говорю, что ни в тебя страшного в этом нет. Ну ничего страшного нет. Ну ничего страшного нет. Стоп. Сначала вопрос, вообще ни в тебя не делось, ни одна запчасть не крашена. Ну запчасти, банка, это типа пластик, я не знаю, никто не считает, что пластик банкера это типа крашеный элемент. Никто не считает, окей. Никто даже, потому что он не бьется даже потом. Давай так, стоп. Ну так правильно, только потому что он приборно бьется. Поэтому никто даже никогда в жизни об этом не наводит. Вот это не крашеный. Илья, вот здесь есть вот такая, вот здесь рычаг по маленькому. Да. А вот эти вопросы ваши оставьте это себе. Есть анонсик. Есть анонсик. Есть анонсик. Тогда не нужно задавать вопросы, что не так. Есть анонсик. Я показал, что не так. Нужно говорить, если есть проблема, вот такая-то, такая-то. Если ее нет, то не надо лепить и искать там камерами в бампер тыкать. Давай мы закончим. Это очень глупо. Я уже понял вашу компетентность. Так машина хорошая, никто же не говорит. Просто ты говоришь, что она не бита и не крашена. А я говорю, что она крашена. Где крашена? Сзади крашена. Где именно такой элемент скажите? Бампер? Бампер. Ну чем вы докажете, что бампер крашен? Каким образом? Я уже показал. Для тебя это не документ. Нет. Как можно доказать, что бампер крашен, если он пластиковый? Чем вы его просмотрите? Как вы проверите его? Смотри, можем мы снять вот здесь? Ну вот и все. Срач на самом деле был долгий. Мы не будем вас томить. Срачом я коротко расскажу про этот автомобиль. Машина на самом деле неплохая. Да, она была ударена в заднюю часть. Да, на нее потратили 7500 долларов. Но потратили на официале, ставили все оригинал и все, что было хотя бы чуть-чуть поцарапанное, все просто меняли. Насадки глушителя стоят новые. Теплозащиты, которые просто вот рихтуются, ставятся назад и никто этого никогда не увидит. Все равно они стоят новые. Бампер, катафотики, даже пластиковые арки над колесами расширители, они тоже были поставлены новые. Вот человек, который слегка разбирается в автомобилях, нифига не поймет. Вот идеальная машина. Вот не прицепиться к ней ни под каким соусом. Но мы понимаем, что эта машина была аварийная. Ничего страшного в этом нет, за исключением того, что на нее ценник. Ну надо сказать, что предложение в интернете всего было два. Одна Америка в Одессе гашеная, а вторая вот эта. Других не было. Но констатирую факт, что продавали ее как ни битую, ни крашеную, идеальную машину. А по факту это оказалось совсем немножко не так. По итогу через несколько дней девочка позвонила, сказала я купила этот автомобиль, ни цента мне не уступили. Но она знает, что она купила. Мы ей рассказали всю правду про этот автомобиль. И я думаю, что ей было совершенно не стыдно, что она обратилась в автоподбор. Друзья, если вам нужно выбрать автомобиль, внизу есть номера телефонов. Можете написать, можете позвонить. Кому что удобнее. Без внимания не оставим. Ну вот закончилась эта история на сегодня. Которая была с одним автомобилем. По факту мы вам показали три автомобиля. И по итогу девочка, которая была продавцом автомобиля, стала вдруг покупателем автомобиля с помощью наших рук. На сегодня все. С вами был Николай Тарануха. Киев, компания Одинавто. Всем удачи на дорогах. Всем пока-пока.